Источник повышенной опасности газового оборудования. Контроль за его работой осуществляет сразу несколько служб. Кто за что отвечает? Какова роль собственников квартиры? За что могут их оштрафовать? Специалисты госжилинспекции Самарской области рассказали об этом в ходе совместного рейда с газовиками. Подробности узнала Анна Архипова. Своевременная диагностика газового оборудования и соблюдение элементарных правил безопасности помогут избежать ЧП, напоминают специалисты. Газовые службы приходят регулярно? Регулярно. Доступ осуществляете? Мы всегда дома, когда они приходят, всегда все проверяют. Это главное, что в специализированной организации. Всегда у нас контакт с ними есть. Осуществлять поквартирный обход представители специализированных организаций должны раз в год, а предоставить им доступ к газовому оборудованию задача собственников. Если последние монкируют своими обязанностями, придется поплатиться рублем. Штраф для физических лиц может достичь 2000 рублей, для должностных – 20, а для юридических – 100. В прошлом году специалисты государственной жилищной инспекции составили 78 протоколов. Контроль за техническим состоянием газового оборудования в Самарской области возложен сразу на несколько служб, в их числе и коммунальщики. В ведомственные нормативные акты внесены изменения с сентября 2018 года. Еще обязанность появилась у управляющей компании ЦСЖ и ЖСК проведение диагностирования оборудования. То есть в любом случае, особенно учитывая ту ситуацию, которая сложилась не только у нас в Самарской области по стране, данные проблемы относятся очень серьезно, поэтому диагностирование будет проведено. Специалисты отмечают, коммунальщики, отвечающие за содержание общедомового имущества, обязаны два раза в год проверять систему вентиляции. Жителям, чьи квартиры оборудованы газовыми колонками, рекомендуют проявлять особую внимательность, регулярно контролировать тягу в домоходе и чаще проветривать помещение. Скопление в нем углекислого газа может привести к отравлению, а симптомы его не так просто распознать. Ничем не пахло. Взрослые люди вообще не почувствовали, то есть детям стало плохо. Старшая дочь жаловалась на головную боль, на лобную часть, лицо посинело, она потеряла сознание. Начали приводить чувства, у ребенка рвота была. В отопительный сезон состояние вентканалов и шахт коммунальщики должны проверять трижды. Кто и как справляется с этой обязанностью, представители госжилой инспекции обещают проверить с особым пристрастием. Анна Архипова, Тимур Набиев, Новости губернии.